Инкубация утиных яиц в домашних условиях. Достаточно часто на фермах и в домашних хозяйствах выводят птиц с помощью инкубатора. Это помогает справиться с проблемой, когда утка не желает высиживать яйца. Также инкубатор – это настоящая находка для крупных хозяйств, в которых главной задачей стоит вывод большого количества утят. Инкубация утиных яиц – кропотливое, но очень интересное и выгодное занятие. Утиные яйца в инкубаторе, температура инкубации и вывод утят. Сложно ли вывести птенцов самостоятельно, часто интересуются начинающие птицеводы. Вывод утят в инкубаторе в домашних условиях возможен, если все сделать правильно. Утиные яйца в инкубатории должны раскладываться заостренными концами вниз. При этом важно сохранить небольшой наклон. Если цель заключается в выведении мускусных уток, необходимо размещать яйца по лоткам горизонтально, что позволит обеспечить быстрое развитие зародыша и большой процент выведенных уток. В инкубаторах, производители которых предусмотрели поворот лотков, следует особенно тщательно закреплять яйца в емкостях. Температурный режим постепенно меняется на протяжении срока инкубации. Уровень влажности тоже увеличивается. Это необходимо из-за способности эмбриона, находящегося в яйце, отдавать тепло в атмосферу. Утиные яйца в инкубаторе чем меньше времени остается для проклевывания, тем больше процент испарения влаги, которая проникает сквозь пары скорлупы наружу. Если оставить процесс без контроля, это приведет к гибели зародышей. Справка. Для охлаждения яиц можно систематически их опрыскивать чистой водой или слабым раствором марганцево-кислого калия. Опрыскивание лучше всего проводить несколько раз в сутки с шести дня инкубации во время проветриваний. Рекомендуемый температурный режим, который следует соблюдать, выводя птицу, 1-14 день, 38,5-38 градусов Цельсия, 14-21 день, 38-37,5 градусов Цельсия, 21-26 день, 37,5-37 градусов Цельсия. Очень важно систематически переворачивать яйца, если это не делает автоматический инкубатор. Переворачивать яйца следует 4-12 раз за 24 часа, в зависимости от конструкции инкубатора. Для контроля состояния яиц их просвечивают на 8, 13, 25 дней. Если обнаруживаются яйца, внутри которых не наблюдаются признаки развития или возникают симптомы порчи, их необходимо удалить из инкубатора. Очень важно систематически переворачивать яйца, как только появятся первые признаки наклево утиного яйца, его необходимо перенести на выводной лоток и уложить его горизонтально. Первые утята начинают появляться на 26-27 сутки. Заканчивается процесс вылупления на 28 день. Как только начинается вылупление птенцов, следует контролировать, чтобы в инкубаторе соблюдался температурный режим и обеспечивалась хорошая вентиляция. После появления утята переносятся в сухое вентилируемое помещение, температура воздуха в котором должна находиться в пределах 20-23 градуса Цельсия. Утята здесь смогут обсохнуть. Как только процесс вывода завершается, птицу сортируют. На заметку. Масса пригодных для содержания и выращивания утят напрямую зависит от размерных характеристик яйца, которые снесла несушка. Как правило, вес утенка должен быть около 55-70 грамм. Суточный утенок уже может отлично стоять на лапках. Он подвижен, у него прекрасный аппетит. Тело малыша покрыто ровным слоем качественного пуха. Осматривая молодняк, необходимо обратить внимание на глаза и клюв, они должны быть чистыми. Пуповина должна к этому времени отпасть и зарубцеваться, а живот должен стать плотным и невисящим. Инкубация утиных яиц в домашних условиях, правила и особенности. Как правильно выбирать яйца, которые будут использоваться для вывода утят в инкубаторе. Яйца отличаться по «объему», внешнему виду скорлупы. Как правильно выбирать яйца для инкубатора Утиные яйца отличаются крупным размером, пористой и толстой скорлупой зеленого цвета. Прежде чем отправлять яйца в инкубатор, необходимо их изучить и отобрать по принципу, масса яйца должна быть в пределах 75-96 грамм. Форма яйца не должна быть вытянутой, круглой, с гладкой и толстой скорлупкой. Недопустимы дефекты на скорлупе по типу скола, деформации или трещины. Яйца, предназначенные для инкубации, хранятся не более 7 дней. Недопустимо их размещать в холодильные камеры. Лучшим местом для хранения станет фанерный лоток, температура в котором должна быть в пределах 12-13 градусов. Крайне важно поддерживать хорошую вентиляцию и влажность в пределах 70%. Недопустимо накладывать яйца друг на друга, это снизит количество выведенных утят. До момента попадания в инкубатор яйца необходимо систематически переворачивать 4-6 раз в сутки, что повысит процент выводимости птенцов. Закладка яйца и температура закладка яиц в инкубатор перед закладкой с поверхности яйца снимаются загрязнения. При закладке специалиста рекомендует соблюдать специальные рекомендации, установив инкубатор, следует прогреть его до положенной температуры. В нижней части инкубационного аппарата размещается лоток, заполненный водой. Очень важно контролировать в дальнейшем наполненность данной емкости. Недопустимо мыть инкубаторскую закладку. При инкубировании сначала размещаются крупные экземпляры в горизонтальном положении. Спустя 3-4 часа средние и маленькие яйца, аналогичным образом. Уровень влажности замеряется по специальным термометрам, их вполне по силам изготовить своими руками. Взяв обычный термометр, завязать на его нижнем кончике отрезок ткани. Оставшийся свободный кончик опускается в лоток, наполненный водой. Именно он и станет показателем уровня влажности. Для облегчения процесса вывода утят лучше всего приобретать инкубаторы с автоматическим переворотом яиц. Если подобной функции в аппарате нет, следует ежедневно переворачивать закладочный материал каждые 4 часа. Важно! Качественное переворачивание гарантирует, что зародышевые диски и впоследствии сам эмбрион не присохнет к скорлупе. Чтобы улучшить обменные процессы и ускорить развитие птенцов, необходимо применять охлаждение. Оно должно быть мягким и коротким. Потребуется просто опрыскивать яйца водой, температура должна быть примерно плюс 27 градусов. Процедуру проводят около 2 минут, затем 8-10 минут дают на обсыхание. Опрыскивание яиц в инкубаторе вопрос мыть или не мыть грязное яйцо перед инкубацией довольно спорный. Одни птицеводы утверждают, что этого делать категорически не стоит, потому что снижается выводимость цыплят, другие же говорят, что ничего страшного не происходит. Мыть или не мыть яйца перед тем, как закладывать, решает каждый птицевод самостоятельно. Сколько длится инкубация утиных яиц? Сколько дней выводятся утята? Сроки инкубации составляют, как правило, 26-28 дней. Если за этот период не были выведены птенцы, можно говорить о нарушениях, которые имели место при закладке или в процессе инкубации. Обратите внимание. Повлиять на продолжительность может сбой в температурном режиме или вентиляции. Лучше всего при приобретении инкубатора отдать предпочтение моделям с автоматическим контролем вентиляции и наличием датчика контроля. Уровня влажности и температуры. Максимально допустимый срок вывода утят не превышает 34 дней. Вылупление утят длится, как правило, несколько суток. При соблюдении рекомендации и правил инкубации уток пройдет без сюрпризов. Таблица – режим инкубации яиц мускусных уток. Пока длится инкубация пекинских и мускусных уток, важно на 10 и 21 день проводить проверку закладочного материала с помощью авоскопирования. В первую проверку во время просвечивания должно быть отчетливо видно темное пятно зародыш в центральной части. Недопустимо, чтобы зародыш плавал или имел кровянистые кольца. На 21 день яичко должно стать темным. При этом воздушная камера должна быть отчетливо видна. При желании можно приложить яйцо к тыльной стороне ладони. Если оно теплое, это свидетельство правильной инкубации и скорого выведения птенца. Яйца мускусных уток – особенности искусственной инкубации яиц пекинской и мускусной птицы при хорошей вентиляции и соблюдении рекомендуемой температуры мускусные и пекинские птенцы начинают вылупляться на 28-33 день. За несколько суток до вылупления можно отчетливо слышать первые писки. После проклевывания скорлупы птенец полностью выходит из заточения примерно за 8-10 суток. Если спустя 10 часов утята не покидают скорлупу, им необходимо оказать помощь – сделать маленькое отверстие с тупой стороны яйца, в области воздушной камеры. Благодаря этому малыш сможет самостоятельно дышать. Если оболочка под скорлупой окрашена в белый или желтый оттенок, можно помочь малышу выбраться на свет. При наличии кровянистых сосудов под скорлупой недопустимо вынимать птенца, он еще не готов появиться на свет. Когда подходит срок выхода, а утенок до этой поры не наклюнулся, следует аккуратно отломать кусочки скорлупки, что позволит облегчить процесс выхода. Проклевывание утят молодняк, который вылупился с помощью человека, должен некоторое время провести в аппарате, пока полностью не обсохнет. Важно, пока вылупившийся птенец находится в инкубаторе, недопустимо его открывать, чтобы не потерять тепло. Как только молодняк высохнет, можно переместить его в коробку из картона, в которой необходимо разместить сухую подстилку. Первые дни малыши не регулируют самостоятельно температурный режим собственного организма. В этот период важно избежать чрезмерного охлаждения. Малышей начинают кормить мелко порезанным яйцом. После этого постепенно вводится измельченная зелень, творог и влажная мешанка. Таблица, режим инкубации яиц мускусных уток, выведение утят в инкубаторе, главные ошибки и трудности. Достаточно часто начинающие птицеводы вследствие неопытности совершают ряд ошибок при выведении утят, не контролируют прогрев и его равномерность. Для избежания этой ошибки необходимо перемешивать яйца. С крайней части закладочный материал переносится в центр, а середины яйца переносится по краям. Перегрев, приводящий к получению теплового удара эмбрионами. Это часто приводит к смерти птенца, который еще не успел появиться на свет. Выведение птенцов – кропотливый процесс, однако соблюдая рекомендации специалистов он не вызовет особых сложностей. При инкубации утиных яиц в домашних условиях температура и влажность имеют решающее значение. Возможно совместная инкубация птиц разнообразных пород, что позволит домашним фермерствам одновременно выводить уток, индюков и кур с перепелками. Птицеводство захватывает с каждым годом все больше и больше и может стать не только увлечением, но и хорошим заработком. По весне дачники активно закупают молодняк, а выведенные собственноручно птенцы обыкновенно отличаются высоким процентом выживаемости. Поэтому в убыток в данном случае уйти будет сложно. Стоит помнить, качественное переворачивание яиц в инкубатории гарантирует, что зародышевый диск и впоследствии сам эмбрион не присохнет к скорлупе, а уровень вывода значительно повысится. Продолжение следует.